открытие пришел вперед интервью серёги кремца он рассказать историю как мы прибыли сюда как мы заняли 33 место квалификации будет интересно это послушать а вот подкапотка венедикта сочирбы все очень красиво ничего лишнего лаконично как бы качественно и что еще хотел показать вот они сейчас тестируют вот такие вот стенды под развал схождения там у них чувак изобрел изготовил и они сейчас пытаются применить их в дрифте а это хайнс сидит видите разглядывает тоже как бы пока горит единственный минус этого что нужно только ровная поверхность и второй минус что в дрифте передняя подвеска идет база шире за счет этого не получается отстрелить к задним колесам но пока они говорит изучаем эту систему если пойдет то будут потом дальше продавать это вечная проблема дрифтеров развал схождения друзья добрый вечер у нас тут в омане плюс два часа времени от украинского и как бы те кто за мной следит знает что мы находимся в омане городе мускат так вот хотел бы обратиться к нашим дрифтерам и любителям дрифта из украины для начала предыстория как я оказался тут в этой стране и в этом чемпионате позвонил мне сергей кремец и говорит серёг мои пацаны воюют механики мне нужна помощь ты не мог бы мне помочь поучаствовать в этом соревновании как механик но конечно же могу помочь я же как бы украинец и мы друг другу должны помогать вот так принципе я оказался тут и дальше сейчас вам хочу рассказать проблему с которой мы сейчас не знаем как справиться в общем чемпионат это международный он проходит под международной федерацией фио участников тут 60 пилотов из разных стран из этих 65 пилотов из украины и перед первым этапом когда мы летели сюда организаторы выставляют заявку из 60 пилотов один со страны россии это денис мигаль под 24 номером еще мы так подумали 24 число 24 числа у нас началась война как-то это все как-то так непонятно ну ладно наша дрифт комьюнити украинская объединилась и написала фио это международную федерацию написала организатора этого соревнования о том чтобы не допустили русского пилота участвовать в этой гонке и приехав на этот этап да действительно его не допустили но вначале пытались там как-то пропетлять убрали убрали флаг русский с его заявки типа просто по 24 номером фамилия и имя но сейчас перед вторым этапом вылазит заявка уже все без флагов своих стран и в этом списке опять присутствует денис мигаль русский пилот юридически как мы уже узнали он полностью все обошел он себя как бы обезопасил он резидент дубай он заявку подал как резидента дубай и самое главное получил лицензию пилота из дубай организатор не может ничего по этому поводу как бы сделать другая сторона медали что горит организатор что у нас тут на треке участвуют очень много воюющих друг против друга стран но выезжая на трек они гоняются и участвуют в этой гонке без всяких вообще политических вопросов и вообще мы аполитичные мы никаких проблем ни к вам ни к другим никто этим не имеем так вот дрифтеры и любители дрифта из украины посоветуйте что нашим пилотам из украины делать они хотят байконтировать это мероприятие и не выезжать на трек соответственно один пилот из россии не выехав даже на гонку уже победил наших пятерых как им поступить мало того еще кстати европейские пилоты сказали если украинцы не выйдут они тоже поддержат нас это же не поедут это мероприятие соответственно даже 10 пилотов не проедет из-за одного русского пилота не знаю как поступить или все-таки выезжать на треке доказывать все на треке посоветуйте пожалуйста как поступать нашим пилотам мы обязательно прислушаемся у нас конечно же есть несколько вариантов решить этой проблемы мы пока в раздумье но в данное время хотели бы услышать ваше мнение только адекватное мнение не нам они мордобои там не разогнаться на ровных колесах дать разложить тачку это все-таки арабская сторона и тут свои правила и законы которые могут как бы повлечь очень большие последствия адекватное решение ждем от вас и как бы мы к нему прислушаемся